Узнать что-то новое, что появилось у компании Млайт, какие новые технологии, куда вообще движется после, и как вообще будет развиваться данный бизнес после всего этого коронабесия, какие законы выходят, какие есть подводные камни, какие есть хорошие тенденции. Меня пригласили за знаниями по Майер Саунду, по клейпаке. В первую очередь новых знаний, чего-то там новенького из оборудования, посмотреть, пощупать руками, чего еще не применяли сами. Со мной еще приехала техническая группа людей, они записались на всевозможные семинары и по механике сцены, и по проектированию, и по, естественно, звуку Майер Саунду. Естественно, Олегу Трусову очень интересно послушать. Итак, основной зал Москва. С него и начнем. С утра и до вечера здесь фактически без передышки работал Департамент звуковых технологий в лице Олега Трусова. Первая часть лекционного дня прошла под хэштегом «Рынок про саунд» версия 2021. От новых технологий звукоусиления к технологиям продаж. Конечно же, тоже новым. Как жить и продавать в эпоху перемен. Непосредственно работа на рынке. Каким образом жить дальше? Если несколько лет назад могли аккумулировать несколько сфер собственного бизнеса, это обычная торговля товарами, скажем так, бокс-мумерство, бокс-мумерство, передвижение коробок, коробка пришла, коробка ушла, непосредственно нашу профессиональную деятельность, как я считаю. Это работа на проектах. Рынки, неважно, большие проекты, маленькие проекты. И работа на, скажем так, постпродажном рынке. Коробку продать проще простого. Нужно ли быть нацеленным на продажу коробок? Посмотрите, сколько желающих осуществить данную деятельность. Просто продать коробку. А вот здесь самая гадкая история начинается. Всегда будет тот, кто готов продать дешевле. Коробку купить можно. Во-первых, человек должен понимать, какую коробку ему купить. Хорошо, если он даже купил, и пускай даже купить правильно. Дальше что? Коробку надо в правильное место поставить, правильно ее включить. Коробку нужно настроить. Коробку нужно в дальнейшем обслуживать. А вот это уже совсем другие деньги. И компания «Младшую технику», и отдел звуковых технологий, конечно, прежде всего работает на том, чтобы в любом случае товарооборот был произведен с нашей помощью. Далее процесс инсталляции, процесс настройки и процесс послепродажного обслуживания. То есть вот такой вот большой паровоз, если даже вылетит из него одно звено, он все равно может остаться за вами. Вот здесь наши компетенции. О том, что же все-таки в коробках весь звуковой день. Производители, бренды, технические нюансы по каждой конкретной марке. Настоящий профессионал HK Audio. Высокая цифра Marani. Физика и искусство P-Code. Новая мифология Warfidel Pro. Только новая в ассортименте InLight плюс работа над ошибками. Чтобы принять решение о приобретении, о работе, с тем либо иным видом оборудования, нужно рассматривать огромное количество факторов. Нужно понимать, либо ты играешь в одной системе ценностей, либо ты играешь в другой системе ценностей и позиционируешься немножко по-другому. О системе ценностей MyerSound рассказывал менеджер по маркетингу компании в России и СНГ. Но прежде Сергей Бызов поделился опытом, который компания InLight получила за более чем 10 лет сотрудничества с MyerSound. В первую очередь, конечно, следует отметить компанию MyerSound как компанию, которая вкладывает очень большие усилия в образовательные проекты. Компания серьезно следит за уровнем подготовки как своих сотрудников, так и сотрудников своих представителей и даже пользователей своего оборудования. За это время специалисты компании InLight посетили множество обучающих программ, в том числе на заводе компании в Соединенных Штатах. И мы, в свою очередь, эти знания стараемся не консервировать и нести дальше, насколько это возможно. То есть проводим подобные образовательные мероприятия, но уже в России, и зачастую, что может быть очень важно, они проходят в регионах. Пока первый наш докладчик Олег Трусов выступал со своей замечательной презентацией, я сидел там в заднем ряду, много думал. В частности, о бизнесе, который, разумеется, достаточно сильно просел в эти пандемические годы. Но, опять же, этот бизнес показал, что высокотехнологичные проекты меньше подвержены вот таким вот влиянием. Играть в верхних слоях, скажем так, нашего бизнеса – это достаточно выгодно и более стабильно. А чтобы туда попасть, нужен определенный уровень осведомленности. Понятно, что колонки очень часто внешне выглядят одинаково. У каждого производителя свой подход, своя философия. У Мейер Саунд, она действительно сформулирована, очень четкая, и ее достаточно легко передать. Одна из основных особенностей Мейер Саунд – это концепция восприятия хорошей колонки. Вообще, в принципе, колонка должна быть линейной. Это фактически характеристика студийного монитора. И когда у нас громкоговоритель линейный, он одинаково хорошо играет и хейми-метал, и театральные постановки, и прочее, прочее, прочее. Потому что это ровная база. Точку во втором деловом дне поставил руководитель направления «Паблик-эдресс». Обзор трансляционных систем, новости брендов «Вольта», «ДСППА» и, конечно, «Вектор». Но самое главное – новые возможности применения оборудования этого сегмента. Куда мы, в принципе, идем? Наш прогноз, что будет происходить с рынком в ближайшее время. Производители, они, да, пытаются самостоятельно войти на рынок. Судя по всему, придется переконфигурироваться в этом направлении. И в первую очередь я прошу это сделать вас. Задача-то именно продавать не оборудование, а продавать решения. На мой взгляд, только это позволит выжить в ближайшем будущем. Продолжение следует...